сегодня я хочу рассказать об одном из методов прощения мы прекрасно знаем что простить своих близких своих знакомых друзей да и самого себя довольно сложно и существует очень много методов прощения в том числе медитация сам распространенный пожалуй метод это медитация на прощение но есть еще один метод и как я считаю он более эффективен чем просто медитация медитация прощения некоторое время назад мы не знали что такое компьютер то такое e-mail то такое программа word и писали письма на обычной бумаге обычной авторучкой писали письма часто писали письма своим друзьям своим близким маме папе ну кому хочется тому и писали это было самый распространенный метод общения на расстоянии но цивилизация прогресс все больше и больше захватывает нас и мы забываем о тех прекрасных вещах которые были раньше когда-то ну а компьютер мы почти не знали ничего еще в начале 90-х можете себе представить как быстро развивается наша цивилизация теперь мы без компьютера не представляем себе жизни мы с компьютерами на даче мы с компьютерами на природе мы с компьютерами на работе не говоря уже дома так вот обычное письмо есть очень эффективный метод прощения мы начинаем задумываться о том что нас кто-то обидел что остались осталось какая-то недосказанность в нашей жизни уже ближе к 40 между 30 и 40 вот в этом возрасте мы начинаем задумываться о том а кто нас обидел так вот сидя в горах у меня не было компьютера мне не было ничего но с этим прощением надо было работать 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 было надо очень серьезно и очень много я думаю что каждому человеку нужно очень много поработать именно вот с прощениями себя в прощением с близких вращением мамы и папы очень многих наши ма наших мам и пап уже нет в этой жизни а прощение как-то нужно получить без этого к сожалению быстрый динамичный рост наш духовный рост и вообще рост как человека как homo sapiens а ну просто не мысли так вот там горах я для себя решил следующее что я буду писать письма буду писать письма своим родственникам буду писать письма своим друзьям да и себе тоже я писал письма у меня там не было почтового ящика поэтому я сколотил себе деревянный ящик повесил на дереве и для меня это была точка отправки то есть та самая почта так чем заключается этот метод он очень прост и для некоторых покажется что какой бред нет не бред очень эффективно что вы делаете вы идете на почту покупаете обычный конверт можно без марки купите тот конверт который вам нравится выберите можно самый простой можно там какими картинками неважно приходите домой и садитесь за письменный стол берете лист бумаги берете авторучку и начинаете письмо писать например когда-то в детстве ваш папа относился к вам мягко говоря неправильно обидел он вас и вот вы пишите письмо своему папе пишите так как будто это самый близкий самый родной человек в вашей жизни пишите обо всем о том что какую рану он вам нанес о том как вы его любите о том что было бы по-другому если бы этого не произошло и так далее и так далее и так далее пишите все когда вы закончили это письмо это затея не простая написать письмо человеку которого может быть уже и нет в живых постарайтесь что в этом письме отразилась ваша душа постарайтесь чтобы это письмо было через край наполнено вашей любовью к нему а если вы не чувствуете этой любви к этому человеку то просто нежность поймите что он это делал не со зла он это делал для того чтобы вы были крепкими здоровыми стрессоустойчивыми правда он этого не осознавал он поступал так по наитию а может быть по модели которые такой который воспитывали его родители но тем не менее он это сделал и совсем не хотел вам навредить даже мыслях у него этого не было поверьте и вот вот эту нежность любовь понимание вот это прощение его за то что он вам нанес вы выкладываете на бумагу вы пишете чем больше тем лучше пусть это будет письмо на нескольких страницах пусть это будет очень короткое письмо но чтобы прочтя его человека зацепило за душу когда вы поставили последнюю точку в этом письме вы его сворачиваете аккуратненько вкладывайте в конверт запечатываете и теперь самое главное вы идете на почту так я не сказал одну вещь вот на этом конверте в которого запечатали письмо не нужно писать письмо адресата письмо не нужно писать адрес получателя не нужно писать адрес отправителя просто пусть останутся эти поля пустые или напишите на нем папе помните как у горького на деревне у дедушки в дальнейшем это письмо попало владимировичу ленину но не дальнейшие события так вот напишите просто папе или маме или бабушке или дедушки не знаю кому вы захотите написать пойдите на почту и бросьте это письмо в почтовый ящик для приема писем вот этот момент момент когда вы бросаете это письмо в почтовый ящик вы отправляете это послание в мир и будьте уверены даже если это письмо не придет а она не придет адресату все равно то информация та любовь та нежность которую вы описали в этом письме найдет этого человека где бы он ни был и вы получите вот то самое прощение и когда это письмо будет опущена почтовый ящик вы буквально физически почувствуете что у вас плеч свалилась гора это значит что вы получили то самое прощение сделайте это один два раза будет очень непросто сесть и написать письмо пойти на почту и купить этот почтовый конверт а уж тем более совсем не просто пойти на почту и опустить вот это письмо в почтовый ящик вы скажете а его там если нет адреса то его будут читать да пусть читает вы отправили это письмо тому человеку которому было она адресована штука очень эффективная я таким способом проработал очень много обид очень много обид получил очень много прощения вот такой простой может быть даже устаревший но тем не менее очень эффективный метод пользуйтесь всего доброго